Процесс уничтожения истории России, кажется, подходит к логическому концу. После того, как в РФ создана параллельная реальность с помощью цензурированных ФСБ-СМИ, после того, как в головах людей сформировано абсолютно искаженное представление о Второй мировой войне и истории запойного периода, это типа, когда мороженое вкусное было, принято решение стереть все, что ассоциируется с репрессиями, массовыми убийствами и геноцидом народов. По факту несложно догадаться, что россиян готовят к новому миру, дивному, чудному, в котором, как в фашистской Германии, периода войны не было представлений немцев и концлагерей, и евреев не сжигали в крематориях. Понятно, зачем это делается. Здесь приходят на ум слова Джорджа Оруэлла, сказанные им однажды. «Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Тот, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». В этом контексте, конечно, у России нет другого пути сейчас, чем создавать полностью положительный миф о Советском Союзе. А в этот положительный миф не укладывается ни Голодомор, ни оккупация Балтии, ни расчленение Польши в 1939 году, ни пакт Молотова-Риббентропа, ни, конечно, ГУЛАГ. ФСБ и кооператив «Озеро» вместе с Тамбовскими, которые около 19 лет назад захватили власть в России, хотят закрепить свое господство на века, проводя полное стирание истории России и нанося новые строки с тем, чтобы у школьников и студентов сегодня сформировалось представление, что всего того многолетнего и многовекового ужаса не было. Например, в России уже 4 года тайно уничтожают архивные карточки репрессированных. Каждая такая карточка – единственный документ, в котором хранится информация о конкретном заключенном. По данным СМИ, процесс уничтожения был запущен в 2014 году и происходит на основании засекреченного межведомственного приказа. Музей истории ГУЛАГа узнал о том, что в России уничтожают информацию о заключенных, прошедших систему советских трудовых лагерей, сообщает коммерсант. Речь идет об архивных карточках, хранящихся в МВД. Именно в них информация на каждого заключенного. Вероятно, больше всего документов будут уничтожены именно по истории ГУЛАГа, по истории сотрудничества СССР с Третьим Рейхом и их союзниками, по истории Голодомора, потому что очень много архивов расположены на территории Российской Федерации. Это архивы по подавлению антибольшевистских, антироссийских выступлений на территории всего Советского Союза. Только в России, в Москве, в Петербурге, в других городах находятся огромные архивы, в том числе архивы спецслужб, милиции и политические архивы. Они являются засекреченными. По идее, уничтожение карточек, репрессированных, это вершина айсберга. Скорее всего, процесс идет повсеместно. Ликвидируются отчеты по лагерям, протоколы допросов и судебные решения. Скоро начнется стирание истории Октябрьского переворота большевиков. Вдруг станет известно, что Николая Второго убили не коммунисты, а белые, например, или что поляков в Катыни расстреляли сами поляки. Ведь уже россияне верят, что Сталин всегда воевал против Гитлера, а Голодомор – выдумка. Налицо попытка придания оптимистической целостности истории России в том месте, где ее никогда не было. Но главная цель не в этом. Главная цель, конечно же, придание преемственности действующей власти, а божествление Путина и его окружение с тем, чтобы сформировать образ нового царя и передать этот образ по наследству ограниченному кругу бандитов в Кремле. Это по аналогии с идеями Чучхе должно способствовать массовому зомбированию жителей РФ, которые во втором поколении будут как население КНДР полностью оболванены и деморализованы. И тогда несложно будет убедить страну зомби, например, в том, что космонавты России высадились ночью на солнце, или что миллионы голодающих американцев благодарят за продуктовую помощь из великой и прекрасной сверхдержавы. Как сказал мне недавно один социолог, на Донбассе Кремль провел уникальный эксперимент. Оказывается, для того, чтобы верить в величие и вставание с колен, достаточно вести военную диктатуру, сделать пенсии в 20 долларов, а зарплаты в 100. Если перевести на язык логики, это и есть будущее россиян с локальным интернетом и ФСБ-мессенджерами. И оно будет реализовано в полном объеме через год-два. В любом случае, Путин и остальная банда останутся править россиянами на десятилетия. В этом причина стирания истории и постепенной изоляции общества от остального мира. В общем, если у кого-то там еще остались мозги, бегите. Бегите поскорее в любую другую нормальную страну. А здесь уже ничего нельзя изменить.